Добрый день. Приступаем, надеюсь, к нашему крайнему районному собранию в этом году, перед Новым годом. Значит, еще раз повторяю. Без нужды не закритивая, спрашивая, слушая, получая отвечает. Большая просьба, не нужно движения, ничего не делать. Отчего объясняю. На публичных слушаниях было сделано замечание, что якобы бывают купюры в нашей записи. На самом деле, когда начинаем ходить, там происходит камера, чтобы было целостное впечатление, поэтому мы выбираем. Поэтому, чтобы не было ничего, поэтому просьба, понятно, да? Телефоны выключить, пожалуйста. Приступаем к нашему районному собранию. Значит, первый вопрос. Схема внешнего газового режима. У нас представитель, да? Составим это ЖКК. Можно ли я поговорить? Да. Из-за того, как вы положили представители, мы получили собрание, я участвовал в... Да, да, да. На Таганку есть. Да, есть в Таганку, где была выставлена экспозиция как раз и по газу, и по электроснабжению. Значит, по газу я задавал вопрос относительно того, как будет использоваться, будет демонтироваться газопровок высокого давления, проходящий по улице Озерное. Я беседовал с представителем МОЗГАЗа ИМАМЕДИНОВ, МР. Есть у вас там такой товар? Да, значит, он мне объяснил, что по Озерной, в соответствии с существующими сегодня требованиями, определенными СП-42-СП-1-203, И общее положение проектирования и строительства газопроводов, расстояние от трубы до, в данном случае, фундамента здания, допускается не менее 20 метров. Не менее 10 метров. Поэтому газопровод пойдет на улицу, перекладываться не будет. То есть находится в рамках, в существующих рамках, в существующих рамках, в существующих рамках, получается. А по электрике мне там никто ничего не смог ответить, поскольку они предложили мне поехать в район Гагаринский, где назначались публичные службы. К сожалению, и представителей нет сегодня. Так, что ей сказать по данному вопросу представителей? Я просто хочу добавить, потому что я там тоже была. Я там была, вот мы по нашей Озерной тоже спрашивали, но я еще спрашивала, поднимала вопрос по газораспределительной, так, в которой у нас стоишь, это как бы улица, это очаг из вот этого, зала бассейна. Они мне ответили о том, что он существует, когда распределительная станция, но они, так сказать, после того, что жалобы были, с нечудивым, с башней, в которой стоят они, в душу, они провели реорганизацию, поставили модернизацию этого пункта, поставили итальянское оборудование, сейчас оно тихо работает, ни шума, ничего. Но существуют определенные, вот, как Сергей Анатольевич сказал, что строительные нормы. То есть строители должны на это обращать внимание. Где проходит газ, сколько метров нужно газомболировать. Поэтому, и то, что вот наш житель, потому что модернизируется там ТЭЦ-25, и поэтому речь идет только о вонде дополнительном со стороны вот кольцевой дороги, именно на ТЭЦ-25, это по улице Дорхова. Давайте заслушаем представителей, они уже все рассказали. Спасибо большое, депутаты, уважаемые сооруженные депутаты, спасибо большое за внимание к нашей работе. Я подводен дать небольшую страдку по состоянию дела, и, соответственно, может быть, дать более контакт. Неудобно, просто я буду представить, а буду показывать вам. И в комментарии было именно предменить на районе Рачар-Поматриевска, потому что, наверное, более вам интересно, что вообще, когда я сходить, я могу им новому москорствовать. Нет, нет, ну, да, 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 да. Ну, я понял, что заказано. Значит, Москва является крупнейшим потреблением газа в России, совокупное потребление газа в Москве почти 21 миллиард кубов метров в год. Здесь все нравится. Ну, не все, может быть, видели экспозицию, но тем не менее, да. Значит, в перспективе планируется увеличение потреблением газа в Москве, но более существенный рост будет на территории Троицкого, на Московском, по-кругов, приблизительно три раза, после того, что там очень интенсивное строительство. В территории Старой Москвы рост также будет, но менее, значительно, приблизительно, на 7 миллиардов. То есть, планируется рост потреблением газа на Старой Москве. Структура подачи газа в Москву, она устойчива, потому что обеспечивается подача газа от нескольких направлений, от нескольких источников подачи. От источников подачи газа в Москву 6 – это контрольно-источительный пункт, расположенный по периметру Москвы на территории Московской области. Два КРП находятся на территории именно Москвы, это КРП-13 в Молжениновке, и КРП-10 уже на территории Троицкого, на Московском, по-круговом. Значит, проблем с подачей газа в Москве, вот так как конструкторных, как на территории Нелунова, в Москве нет, в Старом Москве достаточно все удачно. Есть перегрузки работы в КРП-13 и КРП-14 в Красноборском районе, но они будут реконструированы в плавном порядке «Газпрома» в рамках своих производственных программ. То, что касается, может быть, именно Гатчатова Матвейского, значит, ваши вопросы. Значит, вы правильно сказали, что у вас крупнейший бутейный метрик газ, но очень крупный, если ТЭС-25, она запитана напрямую от Критцового газопровода Москвы с давлением 15 атмосфер и запитана с двух водок, то есть обеспечивается полноценное изъявление подачи газа. Одно со стороны улицы Генерала Дорохова, а вторая со стороны озерной улицы, как вы знаете, два года есть, и там есть перемычка, и он идет, как раз, на ТЭС-25. В рамках геносхемы предоставлены спектакты существующих запроводов на ТЭС-25, ну, в мире он подойдет ТЭС-25 и дальше идет на перемычку с озерной. В рамках этой реконструкции дороги, вы знаете, реконструкция Генерала Дорохова была, а там вырвало реконструкцию увеличения диаметра, чтобы испечить возможность резервирования вот этой крупной ГРТ очаговской газовой областной станции. Она находится, согласно данным, не на вашей территории Крыма, она находится рядышком с вами. там, ну, подойдящее, я знаю, реконструкция, ну, не на вашей территории, она была реконструирована. Раньше было там три ГРП, сейчас осталось два, их третья ГРП, которая раньше находилась с удовольствием внутренних дел, запомнился, ну, как его это делали вообще, и все оборудование, все технологические процессы, но это огорошен территорией очаговской газовой областной станции. Каких-то других радикальных реконструкций на территории вашего района не планируется. Естественно, будут работы, связанные с реконструкцией старых изношенных сетей, то есть, как и существующих запроводов с обновлением, с действительностью сроком эксплуатации. Но это все будет делаться в рамках производственного программа Москаза, с ворсованием проектов с соседними инстанциями, вопрещая естественную справку района Чель-Канчина, Чакл-Макия. То есть, копать будут опять Дорохово, да? Нет, Дорохово. И когда вот уже там резервный вод делать, второй? В той части, что сейчас сделано уже при строительстве дороги, так закончили, это на перспективу, когда будет уже санат труба, изношенная труба. Ну, это когда вы будете перевычку делать на озерном. А вот ту часть, которую вы планируете завести, построить у вас там одно вода, да, и туда новую другую, да? Значит, почему? Те работа, когда там частично труба уже переложены, когда была электрострукция улицы и разбор. Та часть, которая стала непреложной, в связи с тем, что электрострукция улицы не затронулась в ту часть, он будет приложен в перспективе, когда будет этот запрос просто со сроком эксплуатации превысит то его. Он будет увеличен в свече недельности, когда будет. Понятно. Кому есть что еще добавить? Нет. Спасибо. Спасибо большое за информацию. Спасибо. Спасибо. Так, предлагаю вопрос этот, они говорят, что перенесем, представители, они ничего не объяснили там, правильно? Я могу сказать, если вы, если вы, поскольку я с ними сговаривали, они сказали, что, конкретно я задал вопрос по очагу Матвеевску, они мне там сказали, что очаг Матвеевск, наш район, вот эта схема как бы не затрагивает, но так, как это я не так, не могу. Можно я поясню? На момент, сегодня мы связались с представителями, которые должны были быть на заседании, они стали с этим так, на заседании, на заседании, на заседании, на заседании, на заседании, на заседании. Хорошо, какие видения у права к этому поводу? Мнения, мы можем доложить только в части тех материалов, которые у нас есть. Могу доложить. Могу доложить. 10 ТП построены или будут строиться, они все в рамках объектов строительства, которые в адресной институционной программе. Могу общее положение по самой схеме электроснабжения сочетать. В соответствии всем выполнено было. С точки зрения управы все нормально, все логично. С точки зрения управы у нас есть письмо, да, о том, что замечание у нас по основным техническим решениям проекта этого, по электроснабжению и по объектам Гранитского района Чехово-Мадреско отсутствует. Понятно. Давайте принять усилие не будет. Я тоже полагаю, когда не будем действительно нас вопрос напрямую нас не касается, а это франк реконструкции и кто новый будет совсем. Нет, это новый. Новый. Они приятно переносить лишь как-то или нет? Нет, это самое главное в схеме электроснабжения, что делают интер-рау инженеры, кто разработчик схемы. Они хотят сети, которые были 6-10-20 кило вольт, 6-киловольтные, они уже требуют современно, не удовлетворяя. Их нужно реконструировать. А у нас 6-киловольтных на территории нет. Они уже были встроены на 10-ти. Их не влюблены. Только соответствую сегодняшнюю требования. И они учли в том числе работу с тем, что мы рассматривали по электроснабжению схемы ранее, в 2016 году. И в работе они определили прирост нагрузок по каждому округу. Вот дали рекомендации построения сетей 6-10-20 кило вольт. Выполнили расчеты режимов для разных этапов выполнения схемы. На 2020 год, 2025 и 2030. То есть какие режимы будут в городе Москве по округам, какие режимы будут на пресменной территории. И больше всего, конечно, основной объем работы по электроснабжению это пресменная территория. Хорошо. Тогда предлагаю действительно принять сведения, информацию, чтобы нам больше не... Так, кто за? Прошу, кто не звонки. Спасибо. Вопрос третий. Наш любимый мониторинг. Я бы до того дня. Валерий Кузьмин. Да. Значит, у нас... Мы, комиссия, Сергей Анатольевич, Моника, красавица, Марина Павловна, и я. Но у нас получилось так, что мониторить нам пришлось только два дня. Почему? Потому что в четвертом квартале значит, у нас попадалось только 20 октября, а с 26 ноября ярмарка у нас закрыта. Мы приемли. Да, ярмарки. Плану чего нет. Да, они, так сказать, в будущем году разработка. Вот на первый квартал тоже не следует разрабатывать план, сказать, графика, потому что... В апреле начинают. Да, они будут работать только во втором квартале. Мы тогда уже в первом квартале рассмотрим план, то есть график, как мы будем делать. Значит, вот то, что мы смотрели, в общем-то, на территорию ярмарки, чистое, все в предыдущем, нормы. Мы эти справочки подавали. Единственное, наше, так сказать, замечание и предложение. Значит, вот вокруг ярмарки, вот стоит павильон, вокруг ярмарки есть, как и участок, газон. Газон. Но за этим газоном, то есть он, я считаю, что мы все думаем, что это территория жилищника нашего, который должен облагораживать. Потому что вот этот газончик, он неходит территорию ярмарки. А с цельной стороны, то есть, вот у нас, павильон там стоит, со стороны железной дороги, у нас получается сквозной проход, вот павильоны, все лавки у нас по бокам. И получается, вот этот вход и выход, люди, когда выходят, они попадают, опять же, на газон. Это вот вся грязь. А руководитель этой вот ярмарки, он нам рассказал, что вот в прошлом году, то есть он по весне, он решил там сделать типа насилу, ну через вот этот газончик, на уровне входа. Его потом демонтировали, то есть, потому что там газонный, мы тоже поддерживаем эту идею, они за свои деньги согласны сделать, оформить вот этот вход, то есть там вход, аспартовая сторона, здесь, так сказать, ну или крошкой засыпать. Вот это часть входа и выхода на эту ярмарку. Поэтому мы как бы обращаем, они за свои деньги это сделать. Единственное, что мы обращаемся в управу и в жилищник, для того, чтобы потом вот этот настил не демонтировали, как было в прошлый раз. Ну записывайте это, запиши, чтобы вы... И все. Предупредили. Потому что у нас больше... Потому что у нас есть мамы, которые ходят в колясками, люди старшего возраста, которые ходят с тележками туда. И это, конечно, неудобно. Им приходится запрыгивать на этот бордюр, где-то порядка метра, метр двадцать проезжать по земле, потому что там сделали благоустройство, трава не успела вырасти, и там земля. И получается, что вот это народная тропа, в то время, когда там они сделали благоустройство, но его демонтировали. Все понятно. Поэтому вопросы, вопросы есть еще? Все, спасибо, Анастасия Максимовна, Сергей Михайлович, контроль. Так, вопрос у нас с вами следующий. О плане работы Совета депутатов в первом полугодии 2018 года. Значит, ну, вы видите, вопросы здесь базовые, типовые, которые у нас принципиально идут, да? Если есть и будут какие-либо текущие моменты, естественно, мы меняем, вот, поэтому, если есть уже у кого-то еще дополнительные планы, то, пожалуйста, это можно будет у нас откорректировать. Да? У меня предложение будет в наш план. Значит, вопрос, я не знаю, может быть, лучше всего, наверное, в мартовское заседание включить вопрос о благоприятной среде для маломодельного населения. Для маломодельных групп населения. Да. Потому что, ну, чтобы вы понимали картину, как у нас вообще все учреждения готовы, и, так сказать, вся сфера. А кто у нас будет закладочкой по данному вопросу? У нас же есть комиссия по, так сказать, по приуправе, есть комиссия, которая занимается благоприятной средой. Здесь есть можно еще и окружного сфера, потому что дело в том, что, да, по учреждениям социальной сферы здравоохранения, образования, вот, да, целая комиссия представителей как раз окружного, они уходят, я это знаю, потому что они у меня были. Да, 10 лет назад, сколько год ребенка там был, да, и вообще там программу целого. мы каждый магазин, мы каждое учреждение пошли пешочком с управы, у нас была комиссия, в комиссии, ну, каждый, каждый дом, каждый дом. Вопрос на самом деле чрезвычайно важный, это не обсуждаемо, ему и, как говорится, государство придает очень большое значение, город наш, это компания, поэтому абсолютно принимается, но надо просто понять, когда все-таки мы слушаем. Кто сможет доложить, в какой мере, чтобы уже внести в конкретное районное собрание. давайте на марте да, как марте. Единственное, может быть, второй квартал, пока в марте у нас отчеты и квартальные идут. Я почему в марте написала, потому что начинается сезон, начинается весна, благоустройство, может где-то у нас провал, может быть, все, в марте у нас помнит, это программа наступная сезон. Да, у меня есть, одно тоже предложение, если можно, я извините, смотри, не только позвоню, а тут почему, потому что выпадает она в феврале на 3-е воскресенье, февраля, теперь на 3-е воскресенье марта, школа, безусловно, на своих площадках, правда, в клубного дня, школа района, да, сейчас, уже, каждую-то 3-е воскресенье устраивают праздники, и я думаю, что было бы логично нам, тем более, что в собрании у нас представители и культуры, да, и собственные муниципалитеты, в общем-то, тоже имеют отношение непосредственно к празднику на территории, консолидировать наши усилия прямо в 3-е воскресенье февраля и сделать по точкам близ школ праздник для населения. И вот, может быть, доклад об этом совместном плане, внести, внести, внести в январд, читаться, мы успеем сделать рабочую группу, поговорить, отчитаться, мне это кажется значимым, вот я по нашему предложению. Даже нехорошая, нужно, чтобы я в праздниках аппарат смог продвигать, провести конкурс, даже если, нет, нет, я не про это, даже если просто своими усилиями, но консолидированы, другое дело, когда и культура, и как-то вот, как мы делаем, и возможности муниципалитета, праздники. На 17 января, между прочим, уже стоит, как вы видите, 9 вопросов, больших вас, и будет еще наверняка. Либо вынести на февраль просто уже отчет рабочей группы, и при внесении этого вклада, иметь в виду, что к февралю, да, мы уже внутри там какой-то рабочей группы района, можем сделать такой-то статистический районный вклад. А, отчет, да, да, понимаете, мне кажется, это очень значимо. Хорошо, правильно. Более того, если мы такой проект проводим, то все, я считаю, необходимо посоветовать с управой, и тоже будут надежны. Вот как думал, что, кстати, не пойти в разрез с линией? Ну, в разрез нужно быть, но мы можем пойти либо в Шиви, либо, да. Я не думаю, что они будут там на черт, все правильно, но это выяснить очень просто, Сергей Кырганович, правильно? Но пока таких установок нет, ситуация меняется каждый день. А мы впереди шагаем в установку. Не надо, впереди шагаем, можно так шагануть, что там, все перенести. Значит, еще раз, по этому вопросу все понятно, если какие-то еще будут предложения, пожалуйста, мы всегда можем откорректировать. Понятно. Так, кто за принятие плана, прошу поднять руки. Спасибо. Единогласно. Так, следующий принципиальнейший вопрос это у нас с вами о работе противодействия коррупции в органах местного управления в 2017 году и так далее. Сразу могу отметить, что на встрече в прокуратуре чуть меньше месяца назад нашим прокурорам было прицельное внимание именно этому вопросу. Вы все знаете, прекрасно, действительно, что везде, всегда, и сюда сейчас это идет буквально красной такой нитью. И вопрос не банален, а вопрос принципиальный. Вот, что есть. Данная работа осуществляется в органах местного управления соответствующих данных главных мероприятий по противодействию коррупции утверждается ежегодно в конце года. То есть, на данный момент будет в стадии разработки и будет утвержден до конца года. Основными направлениями является антикоррупционная экспортиза на мотивы правовых документов, проектов существующих на мотивы документов, также является работа с аппаратом с муниципальными служащими, а также лицами, получающими муниципальные должности по предоставлению необходимых сведений, которые предусмотрены действующим законодательством в рамках конструкционного законодательства. Также в эти миссии заходит анализ существующих должностных инструкций, анализ специальных факторов, также ведется профилактическая работа по разъяснению действующего законодательства, мониторинг изменений действующего законодательства для авторитации действующих нормативных законодательств, законодательств, мониторинг законодательств, мониторинг законодательства. законодательства законодательства законодательств, мониторинг законодательства законодательств, мониторинг законодательств, мониторинг законодательства законодательств, мониторинг законодательств, мониторинг законодательства законодательства оценили все гейтар и город И соответственно данные предложения в письменном виде были поднаны на публичных слушаниях и внесены в соответствующий протокол. Нам нужно, чтобы уже программа соответствовала тому, что есть на данный момент, в 131 феверном законе с иметь эти следения. Это вообще предложение, да, по-моему? Есть, по-другому, на публичных слушаниях были внесены тоже определенные изменения в федеральный закон. Второе изменение коснулось деятельности призывной комиссии, да, то есть ранее глава администрации, администрация данной полномочии с шляла, да, то есть здесь внесенные изменения, как раз-таки там еще было представление, да, прокуратуры, вот, эти полномочия переданы главе муниципального округа, вот. Да, да, но почему так получилось, что в этот раз мимо нас прошло? Выяснили? Я обещала выяснить, почему. Призывную комиссию мне не словно. Значит, всем понятно, вопросы есть по этому? Все. Второе подтверждение стратегии нашего района, прошу поднять руки. Все, спасибо большое. Так, вопрос, опять-таки, о бюджете муниципального округа, 18-й и плановых 19-20-х годов. Предварительно мы здесь рассматривали, в комнате были довольно горячие дебаты. Спасибо огромное, что это все провели публичные слушания, в результате которых также были определенные предложения со стороны присутствующих населения, но они не носили никакого принципиального характера. То есть, по сути, бюджет, который на сегодняшний день мы представляем, он и есть, он отработан и проработан. Поэтому, если есть еще у кого-нибудь какие-то вопросы... Я искал, мы все это рассмотрели, мы это утвердили. Поэтому, вопросов нет. Тогда, чтобы было всем понятно, что этот документ чрезвычайно важный стратегический с точки зрения возможности существования нашего муниципалитета как органа. То есть, без утверждения данного бюджета, ни одной копейки, все, что мы потратим, это будет еще не целевым использованием, а это статья. Правильно? Вот. Поэтому, кто за принятие бюджета на 2018 год и планы предупреждены, прошу поднять руки. Едем на вас. Спасибо огромное. Это был... Так. Следующий вопрос. Что у нас следующий вопрос? А. Поощрение Совета депутатов муниципального притоком работы за 4 квартал. В соответствии с частью 16 статьи закону города Москвы, о наделении оборудования муниципальных уголов отдельными полномочиями, Совет Депутатов муниципального округа решил за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы по итогам за 4 квартал следующих депутатов поощрить. Перечень у вас есть. Сумма стандартная в размере 60 рублей на человека. Это с налогом, чтобы вы все это знаете. Если у кого-то есть по этому поводу какие-то отдельные мнения, мнений нет. Кто за данный вопрос? Я поощрения не прошу поднять руки. Идите на глаз о бухгалтерии, произвести выплаты. Следующий вопрос. О увеличении бюджетных осигнований. Значит, речь идет о чем? Это тоже вопрос, рассмотренный на бюджетно-финансовой комиссии. Речь идет о поощрении главы администрации муниципального округа ЧАК Матвейс Калина Ряду Владимировича за работу в 2017 году. Это тоже вопрос, который всегда был, есть и будет. Поэтому на бюджетной комиссии единогласно предоставление решения о поощрении в данной сумме. Сумма у вас. Все это написано. Кто из депутатов за? Хорошо поднятие руки. Ну, против, выгодавки все нет. Вот. Мы озвучиваем сутки. Да, да, да. В 9 числа не может быть 50 тысяч рублей. Слава, еще объявить отсюда 14%. 15 продоходов на 1% с ним просто нет. Вот. Ну, это я. Так. Следующий вопрос. О рассмотрении представления неполисленной прокуратуры обвесения изменения вставки. Значит, я, да? Да, я. Вот, значит, в адрес обвесных направлений, с путь его представления неполисленной прокуратуры города Москвы, по итогам изучения редакции вставки муниципального блока Горчака и Моргинска. В результате изучения данного представления, да, и анализа существующего нормативного документа, с учетом изменений, которые были внесены в результате 19 сентября 2017 года, получается следующая ситуация, да. Значит, были федеральные законодательства и законодательства города Москвы, то есть 131-56 закон, да, обвесения его изменения. Первый пункт, да, относительно вопросов местного значения муниципального округа по участию в мероприятиях зеркопо-филактики терроризма и экстремизма, да. Это полномочия ранее не существовало, да. Оно было дополнено тем, что были уточнены мероприятия, что теперь мероприятия организованы органами исполнительной власти, да. То есть раньше этого не было, да, дополнения. И что это за мероприятие, было бы совсем понятно, да. То есть теперь оно конкретизировано, то есть тот план мероприятия, который предлагают уполномоченные органы исполнительной власти в этой сфере, да, мы можем принимать в этом участие, если нас в этом привлекают, да. Ну вот так же, как мы участвуем в антитеррористической комиссии, да, то есть эти все полномочия не остались ничего не менее. Вот, значит, в устав данные изменения внесены 19 сентября 2017 года. Значит, то, что касается изменений по исключению полномочий по внесению в органы исполнительной власти уполномоченной в области градостроителей, предстоятельного проектирования архитектуры по проектам предстоятельного плана земельных участков. Данная полномочия была исключена, да, то есть в, ну вот здесь, да, указанном этом документ, выделенном 2017 года. В устав данные изменения внесены 19 сентября 2017 года. Значит, далее, изменения, касаемые случаев внесения проектов решений, то есть в частности изменения в устав на публичное слушание, тогда, когда данные изменения в точном соответствии трактуются, да, с действующим законодательством, то есть прям норма закона, да, если где-то, то в этом случае такой нормативный, такой проект нормативно-правового акта не выносится на публичное слушание, да. Данное изменение установлено в устав 19 сентября 2017 года. Значит, так, значит, то, что касается как раз-таки вопросов по воинской обязанности, да, требуется внесение изменений в устав, да, как раз то, о чем я говорила, что полномочия из администрации нужно перенести к главе муниципального опыта, да, и второй момент, который необходимо внести изменения в устав, по которому это по способу оформления нормативного проекта нормативного правового акта о внесении изменений в дополнение в устав. Но здесь на самом деле еще есть такой сомнительный вопрос, потому что я беседовала с советом муниципальных образований, да, в федеральном законе написано, что эти изменения могут быть внесены в двух формах, да, то есть либо принимаются проектным решением, как мы как всегда это делали, да, о внесении изменений в устав, да, либо принимаются отдельно в дополнительном документе, да, то есть такого случая раньше, ну, как бы у нас не было, да, как это выглядит, пока не совсем понятно. Как мне выяснили, что вроде как в той будет разработан модельный проект по внесении изменений в устав, да, который согласовывается с Маховской городской прокуратурой, да, на данный момент проходит штаб согласования, и, скорее всего, там останется один бит, то есть могут, да, быть внесены в ритах, в ритах, но будет определён всё равно один бит документа, да. Ну, опять же, будем ждать, наверное, вот этих вот моделей проектов, да, дабы, ну, то есть, чтобы наш устав соответствовал всем требованиям закона, да. И, соответственно, да, вот, как-то ещё раз хотелось, да, сказать о том, что разрабатываются, разрабатываются модели проекты, внесения изменений в устав, потому что есть много было изменений, и некоторые изменения очень нужны у нас в уставе, так как мы немножко, когда многие принимали в мае изменения, да, то есть ещё те не вступили в себя, да, мы уже принимали в сентябре, поэтому она была актуализирована, да, это для устава. Вот, и вот требуется на данный момент идти на изменения по двух минутам, да. Более того, сейчас находится на рассмотрении у Старшины Думы проекта решения, у проекта закона, о внесении изменений в 131 закон, и опять же эти изменения, да, нужно будет вносить в устав, поэтому, чтобы всё это собрать воедино, да, я думаю, что имеет смысл данное представление на проекте в постоянную комиссию, да, для разработки соответствующего проекта решения, в котором будут учтены все изменения, да, которые ещё не учтены в нашем уставе, и с учётом, да, и модельных проектов, рекомендаций Совета Министерства образования, согласованных самосовского городского производства, которые в день их в первом портале, данный проект внести на заседание, и рассмотреться, ну и дальше уже вопросы будут, да, то есть личное слушание, и мюст, и инфрация. Так, всё понятно, это принимается в двух словах. Суть была в одном, что часто меняется законодательство, федеральное, города Москвы, и мы, как бы, должны монетировать ситуацию, так, непрерывно, чтобы вовремя вносить принципиальные изменения в устав. Почему прокуратура, как бы, и дала данное представление? Хотя, конечно, они тоже прекрасно знают, что у нас есть вот наш муниципальный совет, который, в принципе, занимается этим мониторингом, и он вносит предложение уже конкретно по всем муниципалитетам, муниципальным образованиям, что необходимо внести. Но они тоже, видимо, где-то чего-то тормозят, поэтому с нас этой обязанности никто не снимает, правильно? Так что, по данному вопросу, всем все понятно? Да. Всем все понятно. Спасибо большое, Людан. Тогда прошу, кто за то, чтобы внести данные изменения, в устав, прошу поднять руки. Все, спасибо большое. Спасибо большое, тогда как и сделаем. И второй вопрос. По информационному письму. Его не было еще, ну давайте. В адрес органов местного санитовения поступило информационное письмо об изменении федерального законодательства из законодательства города Москвы. Принципиальные изменения, касаемые как раз-таки порядка подачи сведений лицами, вмещающими муниципальные должности с депутатами, сведения доходов и плотов, обязательств от мысли, в характере муниципалитетов. Значит, эти изменения поглосят о том, что данные справки ранее не подавались в лицу полномочиям по рассмотрению вопросов о деятельности. Вот, теперь эти средни подается мэр Москвы. Вот, буквально недавно нам пришло сообщение, что в Государственный Дум, теперь внесено было 56-й закон, еще есть закон на 64 города Москвы о мерах по противодействию коррупции. В этот закон изменения вступят в силу только 25 декабря. То есть, и там будет уже конкретно указано в этом законе, то есть уже он в Государственном Думе нет, в Московской городской Думе нет, и он гласит о том, что депутат сдает эти сведения до 30 апреля мэру Москвы, установлено мэром Москвы порядок. Порядок пока не ясен, да, то есть должен быть либо указмора, либо должен быть несиные изменения в действующем указе мэра Москвы, да, в каком порядке депутаты исправку будут предоставлять, да. По, скажем так, опять же, по информации о Совете Муниципальных Образований, если соответствующего порядка, даже, да, в любом случае, не будет разработано, значит, каждый депутат возьмет свою правку о доходах и повезет ее мэру в Москвы, да, в канцелярию, вот таким образом это будет сделано, да, но я надеюсь, что до этого периода данный рапорядок будет принят, да, и уже будет более просто с этим работать. Также эти изменения коснулись, предоставили сведения о доходах-расходах имущественных технического характера главы администрации. Глава администрации по контракту, который работает точно так же, сдается расследение мэру в Москвы, непосредственно, да, и в соответствии с данным информационным письмом, в соответствии с изменениями, которые вот сейчас уже будут внесены в закон, да, в соответствии с закон, необходимо вмести изменения в действующем наше муниципальные нормативные правовые акты, да, то есть так как порядок изменился, и следует разработать, отменить существующих, которые уже, да, потерялись в актуале, в том, есть изменения в отдельных, да, в частности, в комиссию по противодействию кондиции, да, поэтому необходимо провести эту работу, опять же, вот, предлагается обновить на это письмо, поставить в комиссию, отправить для, как раз таки, проведения работы по разработке и внесения в виду в эти нормативные документы, и также, естественно, на сайте названия «Подразований» проводят работу по разработке модерних проектов в данной сфере, да, то есть, ну, в любом случае, начнем эту работу, да, то есть, далее, либо пойдем по своему плану, если они задерживают этот вопрос, да, то есть, когда они будут внесены эти модели проекта, то тогда будет досмотреть и в данной сфере депутатов и принимать соответствующие проекты. Да, все, понятно все? Да, все, понятно. Все, спасибо, принимаемся, ждем тогда действительно разъяснений, четко, безусловно, указаний себе. Так, повестка заседания у нас закрыта, как и да, отрезается свежим, если у нас появляется в описании,